Метнуть гранату на точность, попасть в мишени с пневматической винтовки и ответить на вопросы по истории России. Это не полный список заданий, которые выполнили участники военно-патриотической игры «Зарница». В этом году за первое место боролись 9 команд по 10 человек, в том числе и победители прошлогодних соревнований средняя школа имени Антона Пырерки. Однако в этот раз победу одержали хозяева игр. Это уже 16-е военно-спортивные игры «Зарница». Традиционно они проводятся на территории воинской части. В этом году состязание перенесли на территорию школы номер 2, где для этого есть все необходимое. Полоса препятствий, турники, место для стрельбы. Отделение, равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Участники «Зарницы» юноши в возрасте от 14 до 18 лет. Словом, те, кому в ближайшее время предстоит служить в рядах российской армии. Первичная армейская подготовка включает разбор автомата Калашникова, основы медпомощи, полосу препятствий, марш-бросок и силовые упражнения. Казалось бы, одно из простых заданий – подтянуться на турнике. Смогли выполнить не все участники. Привычка подтягиваться с рывками, ноги дергать, а тут засчитывают именно идеальные подтягивания, без рывков и абсолютно ровные. Вышка слева! На каждом этапе строгие судьи. Все ошибки фиксируют в таблице, которая и покажет победителя. Прошлогодний лидер – команда школы имени Антона Пырерки. В этом году не намерена снижать показателей. Накануне ребята стали первыми в военно-спортивной игре «Салют». Я так думаю, что фавориты будут в этом году тоже. Скорее всего, школы-интернат, потому что они подготовлены. А потому что с ними их новый руководитель занимается. Они у нас участвуют на «Салютах» на всех наших мероприятиях. Они подготавливаются, просят у нас оборудованное снаряжение для подготовки своей команды на соревнованиях. Сами ребята делают ставку на сплоченность и спортивную подготовку. В команде есть обладатель золотого и серебряного знаков ГТО. Подтянули спортивные свои, за лето, так сказать, данные. Хорошо занимались. Кто-то здесь оставался, на секции ходил. Кто-то у себя в поселках, в деревнях. Все с разных деревень. Ну и вот все. Вы где в НСИ готовитесь? У нас ФОК открыли, туда ходил. Однако в этом году победа осталась за хозяевами игр. Команда второй школы стала первой в метании гранаты, полосе препятствий и работе с противогазами. Команда школы имени Антона Пырерки взяла два первых места в марш-броске и снаряжении магазинов. Третье место завоевали ученики третьей школы. Иван Никонов, Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Телеканал Север. Иван Никонов, Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Телеканал Север.